Приветствую всех, кто смотрит Этакод. Долгожданное видео, первое на моем канале по трое. В этом видео я хочу сконцентрироваться именно на битвах. Это самое простое, что можно бегло оглядеть в трое. Все остальные аспекты будем осматривать в различных других видео, в отдельных видео, япономить. Здесь же я буду сражаться за Ахиллеса, первое самое сражение, которое вы сами можете, естественно, провести, проверить свои силы. Тут я быстрый взгляд на карту делаю, сколько тут вообще поселений рядышком. Тут на самом деле не так уж и много с востока, там 5 поселений, с севера 3, ну там на западе, на юге побольше немножко. И, собственно, вот она первая битва. Здесь, как ни странно, есть небольшой рандом, то есть, во-первых, авторасчет по-разному срабатывает, это зависит от того, какой герой у врага. Герой тоже может быть в начале кампании, вот я начинал раза три, наверное, кампанию, чисто посмотреть. Что к чему? Эту битву два раза проводил, и каждый раз тут герой был разный. Ну, точнее, они чередовались. Также карты чередуются, я прочитал об этом на англоязычных форумах. Точнее, это не форум, это форум разработчиков. Кстати, мне разработчики эту игру предоставили, поэтому она у меня раньше, да, чем у вас. Вот, и я там общался на чатиках с разными англоязычными игроками, у которых тоже свои ютуб-каналы. И вот там считается, я сам не проверял, считается, что на этом первом бою Ахиллеса против вот этих вот ребят Две карты бывают, две разных карты, вот, может быть их больше, хрен его знает, но вот говорят две. Мне попадалась вот дважды вот такая карта, это моя первая попытка этого сражения. Значит, какая у меня здесь волшебная тактика? Я хотел, в первую очередь, естественно, разобраться с прачниками, то есть как-то их выманить, как-то их убить, так, чтобы не получать бесплатно выстрелы. Конницы у меня нет, у меня недавно была компания, как вы помните, за, не за Атилу, а в Атиле Total War без конницы. И я прекрасно себе отдаю отчет, что это за боль. Кстати, я извиняюсь, что у меня нет курсора, я фиг знает, почему так получилось. И весь видос я записал без курсора, это из-за Трои или это из-за Бандикама какая-то у меня настройка нажалась. Я обязательно проверю, и следующие мои обзорчики по другим аспектам игры Троя будут именно, ну, с курсором. Здесь же, ну, просто имейте в виду, что вот куда-то он потерялся. Итак, я обхожу, потому что там очень такой прикольный, есть прикольное ущелье, в котором я хочу принять бой. Но в то же время, естественно, я не хочу все войска туда отправлять, да, потому что, ну, блин, типа, в чем смысл? Нужно уже фланговать, нужно мораль снижать. Здесь очень много механик от арены. Даже музыка, слышите, такая арена-стайл, такая, такая, как бы, с нотками жесткой гитары какой-то там, какой-то же скач такой. Ну, музыка, конечно, очень-очень классная. И, если честно, я надеялся, что когда выйдет эта игра, что здесь будут эпичные битвы именно под стать вот этой вот музыке, под стать фильму Троя, да, что здесь будет такая анимация брутальная именно, чтобы месиво было такое, чтобы это было, ну, так, знаешь, круто, эпично, как там, сука, Брэд Питт хреначил своей этой кочергой. Ну, как здесь все это выглядит, вы увидите. Конечно, могло быть и хуже, но могло быть и значительно лучше. Иногда буду приближать, чтобы посмотреть, как это все бегает. Ну, вот, уже сразу-сразу раздражает то, что они все одинаково абсолютно подняли вверх щиты, абсолютно одинаково бегут, одинаковые модельки, сука, война клонов. Если посмотреть даже на тот же Сёгун, но там один держит меч наверху, один держит меч сбоку, один держит меч немножко посерединке, они по-разному бегут, это видно, что это разные солдаты. Ну, хотя бы три модельки можно было сделать, разные, ну, почему они все одинаково, сука, бегут, одинаково щиты наверх поднямши, ну, это раздражает ужасно, если честно. Вот у меня больше всего претензий к этой игре, это именно по анимации. Даже графика более-менее красивая, они красиво нарисованы, отрядики. Ну, что у вас с анимациями за проблема, по-на-мать. Итак, первая задача, это напасть на прощу. Вот Ахиллес у меня в одно жало бежит на прощу. Почему он бежит в одно жало? Кстати, пошла стрельба по моим тяжелым отрядам, я не собираюсь сейчас поворачиваться или убегать от прощи, потому что, во-первых, у него очень маленький урон у праздников, они стреляют в тяжелых пехотинцев с щитами. Кстати, здесь есть показатель здоровья отряда, это довольно прикольно, но было бы еще прикольнее, если бы они показатель здоровья сделали, как варенье было, когда у тебя несколько есть отрядиков, ну, не отрядиков, а человечков, и пиктограммка человечков, И там кто-то красненький, кто-то зелененький Видно, кто получил повреждение конкретно сейчас Как варенье было, было бы еще прикольнее Но так тоже сойдет Видно даже, что отряд получил повреждение Хотя ни одного человека еще не умерло Это означает, что какая-то моделька в ближайшее время умрет И вот сейчас, видите, я Ахиллесом выгоняю на легкую пехоту Прачников И эта дрянь меня заметила и убегает И вот это, пожалуй, самый плохой момент в моей первой попытке Потому что просто тупо у меня сейчас Несколько ошибок сразу У меня Это такой себе чарж, честное слово Ну, не впечатляет эта анимация абсолютно Удасегана далеко очень То есть у меня сейчас Ахиллес оказался Не рядом со своими отрядами А это плохо, это важно, потому что у Ахиллеса есть Ну, во-первых, гусморали, конечно же Во-вторых, это обилка, которая позволяет чарж И скорость отрядов усилить, увеличить Ахиллес у меня сейчас оказался Короче, вообще не на позиции И прачники его очень сильно Ну, отвлекли Грубо говоря, одним отрядом прачников У меня было отвлечено два отряда Легкие копейщики и Ахиллеса Здесь в узком проходе я держу довольно много отрядов Но они все равно несут потери, как вы видите То есть, как бы, тяжелый отряд еще ладно А вот легкий, который рядом стоит Он реально несет потери И это очень плохо Это очень плохо Ахиллеса я отправил на героя Герой там какой-то лучник долбанутый Кстати, здесь смотрите, что происходит Они начинают отводить отряды И мой отряд За ними, как бы, типа, бежит И получает урон от тех, которые стоят перед ним Соответственно, нужно этот момент не просрать Иначе вы просто потеряете отряд на ровном месте Так игрок обычно делает против искусственного интеллекта И против других игроков А тут искусственный интеллект Я не знаю, специально это было сделано или случайно Но вот именно таким вытягиванием отрядов Получается, что вы можете получить дохранили от повреждений просто На вашего героя напали! Они плохо достреливают, как бы, и у них включен режим перестрелки, я вот в первой битве это заметил довольно поздно, что режим перестрелки включен, и тут фишка в том, что режим перестрелки работает просто божественно на самом деле, я сначала, ну, как бы, не оценил этот момент, но потом я понял, что он работает просто офигенно, и вот, наверное, это вот впервые, блин, хотя, знаете, надо в Китае попробовать, может быть, Китай тоже хорошо работает, но я не замечал, по-моему, говно. А вот здесь он работает просто божественно, он... Войско теряет боевой дух! Он вовремя отходит, он возвращается сразу обратно, то есть вы... Искусственный интеллект не будет постоянно отгонять все дальше и дальше и дальше и дальше вашего застрельщика, а он возвращается сам. Я, конечно, все равно его подконтроливаю, да, чтобы он стрелял только, когда мне надо. У меня один отряд убежал, обратите внимание, это очень плохо, потому что флангануть не получилось. Еще раз говорю, Ахиллес не на позиции, один отряд у меня вообще гоняется за дебильным прачником, то есть, получается, я еще один отряд исключил из битвы, и получился отстой какой-то. Вот, и сейчас, ну, тупо бред, то есть, хорошо, что у меня тяжелый отряд стоит в проходе, единственное, что если бы я стоял еще немножко на возвышенности, было бы еще круче. Ну, и так тоже, на ровной поверхности нормально. Они потому что уже бонуса по возвышенности не получают. Да, у меня немножечко отряды бегают взад-назад, то есть, то не воспряли, то не убежали, ну, Ахиллес зато генерала вражеского сейчас укокошит, и моралька-то у всех упадет. То есть, если посмотреть на белую полоску у отрядов, это моралька, синяя, это выносливость, то моралька-то падает у некоторых отрядов, у врага. И это сейчас, когда я закончу с этим придурком, ну, давай. Когда я закончу с этим придурком, то моралька у них еще упадет. Сейчас я возвращаю все свои отряды остальные. Так, все, он, 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 он. Ну, да. Герой противника отправился в царство Аида. Вот, моралька, смотрите, сразу, тинь-тинь-тинь-тинь-тинь, у отрядов потекла вниз, она не моментально, но потихонечку-потихонечку падает. Охреново, если честно, вот на копейщиках на легких быстро упало, потому что у них уже повреждений много, а у остальных пока держатся еще, суки, но они стоят. Так, Пороща тоже наконец-то ушла, то есть, я возвращаю свой легкий отряд, но я так чувствую, что он уже к этому самому финалу битвы даже не успеет. Зато у меня все еще есть стрелки, которые стреляют в толпу, это вообще самое лучшее, как можно реализовать стрелков, это стрелять в толпу, именно в большую, массивную кучу войск. Если вы стреляете по одному отряду, у вас очень много уходит в молоко, и вы просто тупо теряете свой безопасность. Стрелять надо, конечно же, в толпу, то есть, нужно создавать такие моменты, чтобы была какая-то толпа. Сейчас карты втрое замечательные, всегда можно найти именно такое место, где вы можете создать вот такую вот, как сказать, точку сдерживания. И в тыл заходит Ахиллес на Асюка. Он запрыгивает, кстати, прямо как в кино иногда. Это вот, пожалуй, самый приятный момент из всей анимации в игре, блин. То, как Ахиллес запрыгивает с прыжка со своим копьем, прямо как, сука, Брэд Питт. Все остальное такое себе. И сейчас вы посмотрите еще, каким образом идет застрел в спину убегающим войскам. Обратите внимание на анимацию. Попадает стрела в спину. И люди просто такие, а-а-а, и падают в другую сторону. Как их так разворачивает, я себе представить не могу. Это разрывные, сука, эти, стрелы. Ну, разрывные игрочки, которые заставляют их развернуться в другую сторону. Самое главное, Исай не убегает, но копья не выпускают из рук. Вообще, просто идеальные солдаты. Бежит Ахиллес. Сейчас такой, а-а-а, два человека. Одновременно, синхронно, сука. Это сколько там баллов за синхронные прыжки им можно дать, ну. Ок, ну, в общем, это первая попытка. 14 минут, 222 потери. Не самая плохая, но на самом деле я уже в этой битве увидел свои ошибки. И я понял, что я делал неправильно, поэтому я решил сделать еще одну попытку. Я думаю, что у меня получится значительно лучше. И чтобы понять, так сказать, всю... Ну, нет, не всю механику, конечно, нет. Откуда всю механику, там, за полчаса? Это у меня полчаса игры. Откуда ее все поймешь? Но хотя бы некоторые... По-новой, по-новой, вся фигня по-новой. Хотя бы некоторые моменты... Кто-то скажет, эксплойты, кто-то скажет... Ну, извините, блин. Я эту фигню сразу запостил. Я имею в виду видос вот этот, который вы смотрите. Я сразу запостил в Дискорде разработчиков. Пускай они с этим что-то делают, хотя я и не представляю, что они могут с этим делать. Я просто не представляю, потому что, ну, это вот, они такую игру сделали. Сейчас вы увидите всю боль. А, всю боль героев. Эллады, так сказать. Фу, Эллады. Этих самые, Одиссеи. Эллады, твою мать. Эллада была позже гораздо. Итак, начало боя ровно такое же, ровно то же самое я делаю. Один в один, ничего нового. Просто нужно более хорошее исполнение. Более ювелирное исполнение, точное. Ну, когда ты точно знаешь, что нужно делать, оно точнее получается. Кстати, обращаю внимание, герой здесь другой. Против меня. То есть, если в прошлой битве был говнолучник, которого Ахиллес там просто намотал на копье, да. То здесь герой уже с мечом, со щитом, какой-то там крутан. И с ним будет гораздо сложнее. То есть, и соответственно урона Ахиллес получит гораздо больше. Если бы в этой, во второй битве был тот же герой, там, с луком, говнюк, то здесь бы Ахиллес еще меньше повреждений получил. Битва была бы сыграна еще лучше. Вот, сейчас я увожу всех, у кого есть какие-то стрелы в лес и легкий отряд я увожу. Легкий отряд без щитов этих копейщиков я увожу в лес, чтобы их не видно было. Прячу просто, чтобы искусственный интеллект про них, типа, забыл. Вот, хотя, как можно об этом забыть? Ну, вот, такой вот искусственный интеллект, разработчики. Почему искусственный интеллект забывает про то, где отряды? Хотя бы, хотя он, ну, он как бы построился, конечно, но вы увидите, куда прачник побежит. А прачник побежит прямо на них. И сейчас я точно так же обхожу Ахиллесом, тяжелым отрядом и легким отрядом со щитами на то же самое место. Вот они меня заметили, они перестраиваются сразу же. В принципе, ничем не отличается это, как он делает в других уголоварах. Ровно то же самое. И теперь Ахиллес пошел точно так же. Видите, я немного вперед и теперь направо, чтобы выгнать прямо на этих самых... На мою пехоту, на лес, в котором они сидят на подлесок. Выгнать прачников. Прачники, например, для ребят без щитов, они довольно неприятные ребята. Плюс они замедляют, плюс они мораль снижают. То есть зачем? Ну, если их можно легко убить, то пожалуйста. Обратите внимание, это такая механика игры. Никто нахрен на Ахиллеса не обращает внимания. Все стоят, смотрят. Какого хрена? Что? Что? Почему? Что, они не могут прочаржить его, что ли? То есть не могут в лишний раз сделать попытку его перехватить. В чем проблема? И получается, что сейчас я так же... Не получается у меня опять же вытащить его прямо на копья, этого местного прачника. Приходится мне Ахиллесом догонять. У Ахиллеса, слава богу, есть обилка, которая увеличивает у него скорость на 15-20%. Ну, короче, какие-то там 20%, по-моему. То есть он на этой вот скорости, он в принципе их догоняет. То есть еле-еле-еле-еле-еле он их догоняет. Я убираю обратно копейщиков, чтобы они не отсвечивали, чтобы не привлекали внимание. Прачник разворачивается резко и бежит обратно, потому что там тупик наверху. Обратите внимание, вот эта вот белая полоса, и справа там тупик, он там никуда убежать не может. Он разворачивается и бежит обратно. Начинает получать повреждения. Здесь мои копейщики опять никуда не успевают. Они гораздо медленнее, несмотря на то, что у них нет щитов. Они медленнее. На вашего героя напали. На самом деле, это герой напал на прачников. И я понимаю, что мне уже никак... Ну, просто это нереально догнать такими отрядами... Догнать пращу нереально, поэтому я отдаю пращников Ахиллесу. Чтобы только он с ними разбирался, я просто не вижу, что здесь еще лучше можно сделать. Приходится только ждать и набраться терпения. Поэтому я включаю перемотку. Вперед! Вперед! Субтитры подогнал «Симон» Ну что ж, отлично, минус прачники, теперь что остается делать? То есть по-прежнему они стоят, заняли оборону, то есть на них толком не выйти, сами они на меня не идут, я решаю сделать дуэль Обратите внимание, что сейчас будет происходить, вот я иду, Ахилиас идет, он застрял, я начинаю прокликивать Я просто продираюсь через них и просто убегаю от всех У меня скорость, обратите внимание, у меня скорость больше, чем у прощи даже, а уж больше, чем у всякой пехоты, у меня и подавно скорость Единственное, что мне нужно сделать, чтобы меня не затыкали, поэтому я сам начинаю прорывать Я прорвал, теперь я начинаю дуэль, дуэль начинается просто кликом на героя, на вражеском Сейчас все становятся вокруг в кружочек Станьте дети, станьте в круг Станьте в круг, станьте в круг Прибери их Откуда! Все, пошла дуэль, больше Ахиллеса никто не трогает Теперь они дерутся Я здесь хотел поставить мелодию из Мортал Тома, ты знаете, там Но потом я понял, что нужно будет эту мелодию так, знаете, замедлять Поэтому нахрен я просто все ускорил и включил того же самого Королевшего Прикольно, кстати, не орут. Типа давай-давай-давай-давай Кстати, обратите внимание, ахиллес-то по технике это говнюк То есть парень с мечом регулярно ему по спине хреначит Ахиллес там что-то там вообще непонятно, откуда у него урон-то по челу проходит То есть анимация даже в этом плане говно Озвучка, конечно, шикарная, музыка шикарная Делай их! И... И... да! Герой противника отправился в царство Аида В жопу ткнуло его, правда, надо было в шее, он в жопу Ну, тоже ничего, прыгнул прям, ну, по-братпитовски Теперь я ухожу к своим войскам, которые там стоят, ждут, не дождутся Ахиллес, кстати, смотрите, синяя полоска почти на нуле Но до конца не доходит То есть выносливость у Ахиллеса еще есть Пол... пол жизни у него осталось Половинка жизни Теперь я среди своих И зачем это надо? Потому что бонус Ну, сферой Такой... не сферой, радиусом Воздействует на всех, кто вокруг То есть на чарши На чарши в этой игре очень важная штука Натиск, чтобы вы понимали Я включаю стрельбу бесприказно Она была отключена, чтобы не запалиться выстрелами из леса Но не понадобилось там Все равно прачник всех запалил Да и на прощу... на прощу тратить Эти... застрельщиков Это тупо вообще Ну что ж Никто не атакует Это печально Я начинаю потихоньку выходить Именно за стрелами Для того, чтобы немножечко их расшевелить То есть идея не в том, чтобы они Чтобы они Напали на меня А в том, чтобы... Ну или в том, чтобы они там как-то Начали со мной воевать А именно в том, чтобы... Только в том, чтобы их расшевелить То есть, чтобы они начали что-то делать И как-то, чтобы у них скрип начал работать То есть, чтобы они хоть... Хоть в какую-то сторону двинулись Чтобы я... Мне не приходилось их неподвижные ряды вот эти вот атаковать Поэтому нужно их расшевелить Именно в плане... Срабатывания хотя бы чего-нибудь То есть, вот я делаю пару выстрелов Типа, здрасте Типа, say hello О, они дудят И начинают бегать Это самое, за мной гнаться Я начинаю отходить Они сейчас, естественно, вернутся обратно И пошел чарж Видите, смотрите Я отправляю в чарж всех отрядов вместе с Ахиллесом И включаю искусство побеждать То есть, включаю именно чарж, чтобы бонус был у всех моих отрядов Чтобы урон прошел хорошенько Правда, я не вижу, чтобы там полоска сильно уменьшилась Хотя нет, нет Моралька упала в одного отряда Чуть-чуть у верхнего отряда просели жизни Здесь начинается застрел И я начинаю заводить свой легкий отряд Который в первой битве, как вы помните, бегал за долбанным прачником всю битву Я начинаю его заводить совсем-совсем-совсем в тыл Здесь я не хочу с ними сражаться Я хочу выкинуть сначала все свои стрелы Плохо, очень плохо Это то, что я стреляю по одному отряду Но, как вы видите, много патронов я не трачу То есть, я буквально сделал такой раздражающий выстрел И дальше они решили, что... У вашего отряда кончились боеприпасы Это не у джавелинов Это кончились у второго отряда У которого были там какие-то дротики У легкой пехоты И сейчас у меня будет возможность, скорее всего, тоже пострелять по толпе Это самое вообще полезное, что может быть, как я уже говорил, для застрелов По сути, прошлую битву мне именно застрелы вытащили Потому что там, как вы понимаете, у меня вообще все плохо пошло Я ни бонусов не получал Ни отряды у меня все на поле боя не присутствовали Потому что бегали за прачниками идиоты Точнее, не идиоты, а... Ну, не могли их догнать Здесь в спину еще хорошо получается Правда, здесь что в спину, что в лоб Потому что, ну, вроде бы у них щитов нет Ну, моральку, по крайней мере, снижают атаки любые в спину И вот здесь вот замечательно получается Смотрите, они периодически выпрыгивают на моих застрельщиков У застрельщиков включен этот режим перестрелки Он работает просто шикарно Смотрите, ребята бегают зад-назад постоянно И моралька... моралька... Отлично! Просто моралька ушла То есть, жизни еще есть, но моральки нет Все, убежал отряд, убежал второй, убежал третий Повальное бегство То есть, нет генерала Есть фланговый удар Есть большие потери в единицу времени И это победа Сейчас остается только догнать побольше Но, я не знаю, это с чем-то связано, но... Победа уже близка Здесь они умрут все, в любом случае То есть, наверное, потому что Как-то так стоит, интересно, эта армия Ну, вот первая битва за Ахиллеса Они здесь умирают У меня они умирали Вот, что в первой битве все Что вот у второй битвы все Хотя я и там, и там Довольно много упустил Ну, не смог догнать Здесь я пытаюсь догнать Ну, своих в первую очередь И включить бонус Кстати, там ультимативная способность Еще была у Ахиллеса Когда у меня ускоренная дуэль шла А я ее поражал Потому что здоровья было мало И надо было пополниться Там немножко здоровье пополняешь Ультимативной способностью Ну, что тут скажешь Моралька слетела На раз-два И, собственно, вся битва закончена Единственное, что вот да Как тут догонять Не очень понятно Но мне кажется, что именно герои У которых будет возможность Прокачать скорость Надо качать в первую очередь скорость Это очень важно Даже тогда, когда у вас уже колесница появится Это пипец как важно В этой игре скорость Это просто вот Очень важная тема Ну, конечно, если у вас руки прямые И вы можете контролить Контролить особо нечего Когда скорости нет И все отряды, блин Так, кого-то там Успел Дай, давай, давай Один взмах Копьем три человека умерли Но Реализм Мне Реализм Как это Властелине колец Как там главный злодей Кто там Махал Ну, в принципе, что Мы после Троецарствия ждем Да, ну Такая же фигня Собственно В этих битвах я руководствовал С логикой именно Троецарствия Вот у вас есть герой Используйте его И Скрипты настроены таким образом Что вот так это делается Посмотрите На потери 80 человек То есть Можно ли лучше? Наверное Но Явно Не сильно лучше можно Да, то есть Ноль вы, наверное, вряд ли сделаете Спасибо всем, кто смотрел Дальше Будем рассматривать другие аспекты По битве Я думаю Я показал все, что хотел На сегодняшний день Всем пока Лайк, подписка Все дела Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому